Как решается вопрос нехватка мест в детских садах? Когда будут отремонтированы старые дошкольные образовательные учреждения? И чем кормят детей? Эти и другие вопросы были подняты родителями на видеоконференции с представителями образования. Во-первых, это строительство новых детских садов. Сейчас запущен очень интересный проект, который называется «Полисадик». Это открытие маленьких, небольших детских садиков, которые находятся прямо в доме на первых этажах. У нас такой детский сад открылся в ЖК «Альфа Центавра». Называется он «Ивушка». Он уже благополучно функционирует. Родители вводят своих детей. Очень довольны. Родителям рассказали, как встать в очередь для получения места в детском саду и о порядке предоставления мест. Когда вы встаете на очередь, подкрепляете документы, в том числе регистрацию, что очень важно. Если вы посмотрите регламент, во-первых, вам нужно проверить, все ли документы вы прикрепили. Во-вторых, вам нужно проверить, на данный момент действуют ли эти документы. Иногда родители встали на очередь, ждут своей очереди, а у них уже просрочена регистрация. Развернутый ответ был дан на вопросы о дополнительном образовании и питании детей. Как оказалось, не все знают о существовании такой программы, как «Навигатор», которая позволяет отыскать свое образовательное учреждение и найти целый спектр платных и бесплатных кружков и секций. А узнать, чем питаются дети, может каждый, посетив столовую в рамках родительского контроля. Нам нужно, представителям образования, нужно, как можно широко информировать наших родителей о тех услугах, о тех положительных моментах, может быть, проблемных моментах, которые есть в образовании и в детских садах, и в школах, и в учреждениях дополнительного образования. Потому что характер вопросов показывает, что не всегда родители знают о тех услугах, которые может предоставить школа или детский сад. Подобные встречи планируют проводить на регулярной основе во всех образовательных учреждениях городского округа, чтобы максимально информировать химкинских родителей.